Когда рассматривали задачу по данным заданиям, мы отталкивались изначально не от тех групп, с которыми идет работа, а от тех задач, которые, как правило, возникают. Мы старались посмотреть на этот вопрос глазами руководителя и HR, который услышал задачу и сверху не смысл со стороны бизнеса. Мы рассмотрели данный вопрос в двух направлениях. Первое – это цели вовлечения, и второе – это направление методов, которые можно было бы использовать. Основная цель и первая, которая, скажем так, животрепещущаяся, о которой мы говорим, это идеи инновации, которые могут принести наши партнеры, наши клиенты, сотрудники, бывшие сотрудники, поставщики. Это все возможные процессы личной коммуникации, письменной коммуникации, организованной сверху, снизу, ну и также электронной, да, в фейсбуке и все остальные формы. Сюда можно включать и инициативу, которая идет и сверху со стороны компании, как озвучивание там или конкурса, или тендера, или марафона какого-то по поводу какой-то задачи. Также и декларация того, что компания в виде какого-то конкретного лица или места открыта, как каждая идея сотрудника о том же, что может быть это. То есть задача этот вопрос не оставить просто таким гологласным, да, а за ним создать какую-то систему последствий. В моем опыте инновации, которые привели к результатам, которые были самым ярким, есть пример стратегической сессии моих клиентов, среди которых есть компания национальный дистрибьютор и компания производитель. То есть дистрибьютор есть основным оператором на рынке данной их продукции, в результате которого были выведены, в результате такого рода сессии были выведены новые продукты, и в результате дистрибьюция увеличилась на 36% за год. И в течение трех лет за счет тех оборотов, которые были сдвинуты, мы построили еще несколько производственных линий, которые были равноценны 40% того объема завода, который был до этого. То есть ценность идеи, да, если мы рассматриваем партнеров и поставщиков, да, взаимоотношения, которые могут родиться из такого рода семерки, да, это то, что есть. Идея и инновация, пример, который еще хочу привести, это работа, которая системно производится в одной из моих клиентских компаний. Мне проще на клиентских компаниях делать примеры, потому что масштаб больше и как бы развороты интересные будут. Там есть практика введения немножко такой а-ля японской схемы, да, о том, что каждый день нужна какая-то инновация, но этот вопрос у них разработан, включен в обязательный, в каждое совещание еженедельное, да, всегда звучит тема, а что вы предлагаете сделать по-другому для того, чтобы вопросов каких-то не было. И это как зарегламентировано, и, скажем, ответственность за этот вопрос несет человек, который регистрирует вопросы, которые были озвучены и проработаны на совещании, да, и за ним ответственность уже на конкретном дальнейшем выполнении. Вторая задача, которую мы рассматривали, это рекомендательные продажи, рекрутинг, подрядчики и партнеры. Очень часто бывает так, что ценностью, да, которая закладывается в коммуникациях, которые есть среди наших сотрудников, среди наших партнеров и клиентов, это не только тот нетворкинг, который вокруг них находится, а это та ясность очень высокой четкости и понимания потребностей и схемы реализации, и тех сроков и качества продуктов и отношений, в которых это может быть реализовано. И иногда, если мы выдаем какой-то райдер во внешний мир, да, с поиском человека, или партнера, или поставщика, или какого-то любого другого ресурса, он все равно звучит немного сухо, да, немного форматно. А когда я знаю, если я была внутри компании, в ней работала, да, я знаю, что они там кого-то ищут, там, не знаю, рекламное агентство, да, то я знаю, что с моим руководителем бывшим сработаются вот именно вот эти, потому что они и вот это умеют делать, и хорошо смогут построить отношения. Это быстрые выхлопы, это быстрое движение, это быстрые скачки, которые, скажем, с этим связаны одна минута. Я постараюсь быстрее. У вас еще Наталья, я думаю, что что-то связано. Я буду помешивать. Хорошо. Две остальные задачи, они в какой-то степени похожи. Это оптимизация бизнес-процессов взаимоотношений и маркетинговые исследования, да, они в какой-то степени имплементируют тему рекомендательных продаж, да, но это уже как бы процесс более прямых коммуникаций, да, по предмету конкретной какой-то узкой задачи. Методы, которые мы перечислили, это проведение круглых столов, открытых дверей, экскурсии в компанию, ангетирование, если, да, производят, это происходит со стороны инициатива сверху. Очень хорошо работают, на мой взгляд, вот в целях вовлечения, как сдруживания и эмоционального эффекта. Это дни семьи, дни поставщика, дни клиента. Желательно все по отдельности делать. Это также интернет и электронная активность, такая, как ведение блогов, и блоги могут идти в очень разных сферах и в разных целях. Самыми, скажем, интересными, да, вот в блогах есть не только информация, но если есть видеообращение, это может быть любая позиция, которая направлена как и на внутренний, так и на внешний мир, и про идеи, и про цели, и про вакансии. Просто каждое сообщение, его можно выиграть в видеоформе. Активности в социальных сетях и как инструмент, вот очень важно, как бы, как то, что мы красиво отметили, то, что вот очень хорошо вписывается в agile технологии, это голосование, это всевозможные форумы, и возможность проголосовать за то или другое решение или внедрение той или другой методы с возможностью аргументации. Ну, еще хотелось добавить, что у нас тут идей было много, мы уже не успевали их записывать, и какие-то пощрительные программы там за рекомендации, за привлечение, за помощью в оптимизации, эти пощрительные программы отработать на клиентов и на бывших сотрудников, на имеющихся сотрудников, то есть эти моменты тоже. Точно так же у нас пропустила, почему-то у нас семинары есть. Семинары, это обучающие семинары, мы тоже думали и про категорию студентов, и про обучающие семинары для повышения уровней квалификации собственных сотрудников, чтобы они могли двигаться в карьерной лестнице. Еще много можно сказать, особенно выслушав предыдущих доплатчиков, добавить пункты. Спасибо. Спасибо.